С начала пандемии на коронавирус в Югре обследовали почти полтора миллиона человек. Только за последние сутки провели 4922 теста. 88 показали положительный результат. В Сургуте заболели 22 человека, в Ханты-Мансийске 15, в Нижневартовске 8, в Нягоне, у Раи по 6 заболевших. Еще в 13 муниципалитетах 5 и меньше новых случаев. На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. С начала пандемии на COVID-19 обследовали 1 млн 469 тысяч 79 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92. За сутки умерли 4 человека с подтвержденным коронавирусом, а вылечились 133 югорчанина. С начала года в Когалыми на свет появились уже 108 малышей, причем мальчики лидируют, как и в прошлом году. В 2020-м в Когалыми на свет появились 389 мальчиков и 302 девочки. Кстати, у пап снова появилась возможность стать свидетелями этих семейных исторических событий. С 1 февраля в акушерском отделении Когалымской больницы сняли часть ограничений. И теперь партнерские роды снова в тренде. Чтобы участвовать в процессе, папам необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 или показать справку о полной вакцинации. Папа может перерезать поповину. Папа все время в родзале с женщиной. Пока женщина бесил, так сказать, папа носит ребеночка на руках, он с ним, он рядом. Ну и потом первое прикладывание груди, все вот эти первые-первые моменты отец с мамой находится с ребеночком. К сожалению, остались частичные ограничения. У нас запрещены посещения беременных женщин в отделении патологии беременности и женщин в послеродовом отделении. Югорским застройщикам необходимо возводить качественное и соответствующее цене жилье. Об этом говорили во время прямого эфира губернатора. Его темой стали новостройки. Наталья Комарова подчеркнула, что все возводимое в регионе жилье должно соответствовать требованиям безопасности, качества и энергоэффективности. В свою очередь, директор одного из югорских заводов строительных материалов заверил участников эфира, что жилые дома, которые возводят сейчас в Югре, имеют повышенный класс теплопроводности. Мы должны переходить от экстенсивного роста к интенсивному развитию, от стройки любой ценой за любые деньги, к продуманному, качественному, соответствующему своей цене жилью. И государственные меры, которые направляются на поддержку жилищного строительства, должны работать именно на такие ориентированные на людей проекты, соответствующие стандартам качества и безопасности. Почти 6,5 тысяч многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта. Речь идет о ремонте общего имущества жильцов. Ее одобрили на заседании окружного правительства. Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики отметил, что все изменения связаны с подготовкой заявки на замену лифтового оборудования. Это поможет привлечь средства федерального бюджета, которые направят на повышение качества жизни югорчан. Предлагается изменить программу в церкви ежегодной актуализации на основании результата мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Вообще количество домов, включенных в оборудовую программу капитального ремонта, составляет 6438, в том числе краткосрочную, 1940 домов. Более 46 тысяч югорчан поддержали инициативные проекты. В Югре продолжается региональный конкурс «Инициатив благоустройства». Всего в голосовании участвуют 100 проектов. Ознакомиться с ними и проголосовать можно на сайте открытого региона. Активнее остальных проект поддержали жители Нягани. Сейчас лидирует идея об устройстве детской игровой площадки в этом городе. На втором месте – мегионский объект для содержания животных. На третьем – строительство приюта для четвероногих в Нягани. Среди отстающих спортплощадков – Покуре и Сквер в Шапше. Голосование продлится до 21 марта. Лучшие проекты могут получить до 10 миллионов рублей. В Сургуте ищут инвестора, чтобы достроить многоквартирник. Речь идет о жилом комплексе «Любимый». Дольщики, которые ждут свои квартиры, обратились за помощью к губернатору. Вопрос озвучили на онлайн-встрече «Новостройки», где обсуждали качество строительства многоквартирников. Наталья Комарова призвала к ответу фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Всего в ЖК «Любимый» три недостроенных дома. Сейчас для двух многоквартирников уже нашли инвесторов. Строители обязуются сдать квартиры уже в начале следующего года. А вот возведение третьего дома пока затягивается. Для него не нашли подрядчика. В фонде защиты граждан назвали срок сдачи конец 22-го, начало 23-го года. Вот у нас утверждены документы, дорожные карты, в котором расписаны все действия со сроками и исполнителями. И срок реализации всех обязательств по всем проблемным мамам в отношении всех пострадавших дольщиков, включая 24-й год. Еще раз, Андрей Николаевич, фиксируя это, пересмотреть эти сроки и ничего на 24-й год не планировать. Все закончить 23-м годом. В Югре будут судить бывшего полицейского. Его подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве. По версии следствия, в феврале прошлого года, чтобы повысить раскрываемость преступлений, страж закона подбросил югорчанину наркотики. Спустя пару месяцев оперуполномоченный линейного отдела задержал другого мужчину. При нем были наркотики. Здесь экс-полицейский потребовал взятку, но нацыпал часть порошка, уменьшив его объем. Так, задержанный мог избежать уголовной ответственности. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности. Как сообщает прислужба Уральского следственного управления на транспорте, сейчас специалисты собрали все необходимые доказательства и готовятся передать дело в суд. В социальных сетях появились сообщения о заморе рыбы в Абби. Автор снабдил публикации видеорядом. В появившейся проталине собралась рыба. При этом ее не пугало присутствие рядом человека. После обращения на реку оперативно приехали инспекторы ведомства. Все запротоколировали и составили необходимые акты. По факту произошедшего началось расследование. Специально для этого в Сургут приехали ученые института рыбного хозяйства и океанографии. Они не установили связи между этим поведением рыбы и недавним происшествием под Нижневартовском. Более того, старожилы утверждают, что такой выход рыбы на поверхность – явление ежегодное. Подробнее о проблеме вы сможете узнать сегодня в сюжете моего коллеги Евгения Неупокоева. Смотрите программу «Больше чем новости» в 18.15. Эти два события никак нельзя сейчас связывать, потому что, во-первых, значительное расстояние между ними – более 200 километров. Во-вторых, там произошло событие на продуктопроводе. И на сегодняшний день нет выводов, нет результатов пока тех исследований, которые только предполагается еще провести. В хоккейный клуб «Югра» добился волевой победы над соперником. Накануне подопечные Вадима Япончинцева провели второй матч четвертьфинала с «Химиком» из Воскресенска. На этот раз победа югорчанам далась нелегко. Более того, в дебюте первого периода гости открыли счет, и «Мамонты» смогли отыграться лишь в начале второй 20-ти минутки. Иван Ликомцев забросил шайбу, когда команда была в численном превосходстве. Дружина из Воскресенска накопила 14 минут штрафа, а хозяева льда лишь дважды отправлялись на скамейку штрафников. Очередная шайба вновь колыхнула сетку ворот в начале третьего периода. Успех праздновала «Югра». На этот раз отличился Александр Акмальдинов. Непростая, но очень важная победа со счетом 2-1 помогла югорчанам повести в серии с «Химиком» 2-0. Сейчас команды переберутся в Воскресенск, где проведут еще два матча. Если победителя выявить не удастся, серия вновь продолжится в Ханты-Мансийске. Югорские биатлонистки финишировали в первой десятке на Кубке IBU. В Австрии продолжается последний этап европейских стартов. Накануне спортсмены бежали спринт. Югорчанка Елизавета Каплина смогла отстрелять без промахов, но отстала от лидера на 24 секунды. Этого результата хватило лишь для шестого места. Еще одна югорчанка Екатерина Носкова была менее точна на огневых рубежах. Она допустила два промаха и пришла к финишу в восьмой, уступив лидеру 30 секунд. Победу в гонке праздновала Анастасия Егорова. Россиянка прошла дистанцию за 20 минут и 12 секунд и выиграла золото. Югорчан приглашают на Масленицу в Ханты-Мансийский народный праздник прощения. Зимой на этот раз отметят онлайн. 14 марта в полдень КДЦ «Октябрь» организует театрализованное представление «Широкая Масленица». Традиционное чучело на центральной площади в этот раз решили не сжигать. Онлайн-праздник отметят также в Лангипасе и Пытьяхе. От традиционных народных гуляний отказались и в Сургуте. Вместо этого на центральной площади пройдет блинная ярмака. А вот жителям Кандинского района обещают игры, конкурсы и хороводы живьем. В Междуреченском народное гуляние «Широкая Масленица» организует на центральной площади. В программе конкурс блинопеков, спортивные состязания и выступления творческих коллективов.